Ученые Казанского федерального университета разрабатывают новые генетические подходы для терапии машины лихорадки. Данные разработки дадут возможность прогнозировать длительность тех или иных симптомов, продолжительность заболевания, а также вероятность возникновения осложнений в зависимости от генотипа пациента. Проект направлен на то, чтобы выявить генетические факторы, которые бы отвечали за тяжесть протекания геморрагических лихорадок. Результаты помогут врачам-клиницистам подобрать индивидуальный вариант лечения машины лихорадки с учетом генотипа больного уже на начальном этапе болезни. Наша задача помочь врачам, когда поступает пациент, разработать методы, которые бы предсказывали, будет ли осложнение у этого пациента или не будет, и в зависимости от этого правильно назначать лечение. Проводимое исследование было связано с участком ДНК, который известен как CCR5. Люди, родившиеся без этого участка гена, невосприимчивы к заражению вирусом иммунодефицита. Ген так называемый CCR5. Чем он знаменит? Мутация в этом гене делает человека невосприимчивым к инфекции вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. И вот совсем недавно, например, в Китае была громкая история, когда с помощью генной инженерии сделали двух близняшек, и ученые заявили, что удалили этот ген, и таким образом сделали их устойчивыми к ВИЧ-инфекции. Генотипирование проводилось для 98 пациентов с заболеванием и 592 здоровых жителей Татарстана за последние 4 года. И таким образом результаты работы позволили предположить, что восприимчивость к инфекции не зависит от наличия или отсутствия мутации в гене CCR5. Выяснилось, что число заболевших с этой мутацией или без этой мутации одинаково. То есть, по крайней мере, эта мутация не влияла на восприимчивость организма к геморрогической лихорадке. Но в то же время мы обнаружили, что у носителей этой мутации, это очень маленькое количество населения, у них болезнь протекала в более легкой форме. Данная работа является только частью исследований мутации в гене CCR5, в результате которой были получены фундаментальные знания, показывающие, насколько носители мутации восприимчивы к инфекции и как она у них протекает. Ильвира Зорина, Тимур Табаров, Универньюз.